Желающих обвинить нас в некой нетерпимости огромное количество. Я хочу ответить им словами литератора, которого мы довольно часто цитируем, Романа Носикова. Вот что он пишет. «В последнее время в России возникла странная мода заменять изображение православных крестов шариками. Вот, например, тактильная модель собора Успения Пресвятой Богородицы во Владимире. А вот модель Успенского собора и соборной звонницы в Ростове Великом. То же самое в Суздале, по Угличе. Многие из нас пытались это объяснить чем-то вроде безопасности для слабовидящих, чтобы не поцарапались. Но кто мог поцарапаться? А знак Санкт-Петербургского университета? Вот таким логотип был раньше, а вот таким его сделали сейчас. В общем, не из-за слепых это все, это из-за зрячих. И эти зрячие по какой-то причине решили, что крестам не место в публичном пространстве. Удаление креста, символов, без сомнения будет нам подаваться как акт некой вежливости в отношении тех наших соотечественников и гостей, которые исповедуют иные религии. Им неведомо то уважение, которое испытывают друг к другу люди, которые исповедуют разные убеждения, в том случае, если эти убеждения подлинны и оплачены жертвами. Крест мешает им, а не неким вымышленным иноверцам. Для них традиция это то, что сковывает маневр, делают народ слишком неподатливым и капризным материалом для внедрения новых идей и социальных форм. Если кто-то убирает с изображения кресты, потому что считает их оскорбительными, если он полагает, что наши символы оскорбляют мусульман или иудеев, значит, он полагает иудеев и мусульман людьми, лишенными способности к уважению хамами и шовинистами. Я считаю очень точное эссе Романа Носикова. У нас, к несчастью, ну, это там среди правоверных, это я был в этих краях Средней Азии, там, оказывается, было написано в Коране даже, ну, сейчас отредактирую уже, что все мусульманы ждут Второго пришествия и будут судить Иисус Христос, а не Магомед. Воскресенье Твое Христе Спасе Амгели пою на небесе И на сзади мы с погоди Чистым сердцем Тебе слави Амгели пою на небесе 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 Отношение правоверных с населением, кусульман, совершенно другое. В практике француженка сожгла карат, и я тебе предлагаю сделать то же самое с Библией. Вот. Возьми спички и бензиле. Держи. Я предлагаю тебе сжечь Библию. Сжечь. Сделай то же самое с Библией. Сжечь ее. Держи. Я так не поступлю. Мы же относимся ко всем книгам одинаково, поэтому этого делать не надо. Я не сожгу Библию, потому что я религиозный человек. Нет, потому что это же тоже книга Аллаха. И считаю, что если я сожгу эту книгу, то она мне будет въехать. Я просто знаю один факт. Когда один человек сказал, его встретил мусульман, старый такой мусульман, Аксакал, говорит. Он говорил своим детям. Средишь христианина, поклонись ему и твой старший брат. Это нас просто не знают. Он говорит, что отшипенцы везде бывают всякие по-своему, понимающие и трактующие все это. Кстати, я уж молчу о том, что этот известный факт. Мусульмане разбили на части, разрубили, и Матери Божьи воскресели его. Он же записан. Это реальный факт. Это реальный факт. Это реальный факт. Просто удаляют из... Да. Ну, а... Ну, да, вспомните. В декабре 2004 года один мусульманин из Саудовской Аравии рассказал журналистам потрясающую историю о том, как он ожил после смерти и как после этого изменилась вся его жизнь. Интервью передавали по телевидению и по радио и напечатали в газетах и журналах во всей Саудовской Аравии. Этот молодой мусульманин уже не первый год был женат на одной девушке из богатой мусульманской семьи, которая была бесплодна. Прошло уже несколько лет после свадьбы, но у молодой пары не было детей. Они посетили многих врачей в Саудовской Аравии и потратили немало денег. Все безрезультатно. Родители молодого человека говорили ему взять еще одну жену, поскольку по их законам разрешено иметь до четырех жен. Но он не хотел этого делать. Уставший от переживаний и очень расстроенный, он взял свою жену и поехал с ней в путешествие в Сирию, чтобы отдохнуть и развеяться немного. В Сирии он нанял лимузин с водителем-экскурсоводом и попросил показать им все местные достопримечательности. Во время экскурсии водитель обратил внимание на то, что эту пару ничего не радует. С их лиц не сходило выражение горечи и скорби. В какой-то момент он набрался смелости и спросил, почему они все время такие безрадостные. Они доверились ему и рассказали о причине своей скорби. Водитель мусульманин, но это сказал, что здесь, в Сирии, есть православный монастырь в честь Сайдонайской иконы Богоматери, в переводе с арабского «Сайдонайя», означает «Владычица госпожа». Многие бездетные пары приходят туда помолиться перед чудотворной иконой Пресвятой Девы. В монастыре им отрезают кусочек фитиля от лампады, который горит перед этой чудотворной иконой, и они его съедают. По молитвам Богородицы, многие после этого разрешаются от неплодства, получая просимое по своей вере и по воле Господней. Молодые из Саудовской Аравии сказали гиду, чтобы он немедленно отвез их в этот монастырь. «Вези нас к Сайдонайской госпоже христиан. Если же наше желание исполнится и у нас родится ребенок, мы дадим тебе 20 тысяч долларов и 80 тысяч долларов пожертвуем на монастырь». Они приехали в монастырь и исполнили все, что полагалось по монастырскому обычаю. По возвращении домой оказалось, что жена зачала ребенка. Через 9 месяцев у них родился прелестный мальчик, здоровый и очень красивый. Это было настоящее чудо по молитвам Богородицы. Как только родился ребенок, юноша-саудит захотел отблагодарить того, кто им помог. Он позвонил водителю-гиду и сказал, что приедет в Дамаск. Попросил встретить его в аэропорту и отвезти в монастырь. Но водитель, который оказался злым и лукавым человеком, решил завладеть всеми его деньгами. Он взял с собой в аэропорт двух своих товарищей в качестве сообщников. Водитель встретил парня в аэропорту и повез его за город. По дороге несчастный и еще не зная, какая ждет его участь, в порыве великодушия предложил по 10 тысяч долларов и еще и друзьям водителя. Но слепленные алчностью, вместо того, чтобы отвезти его в монастырь, они завезли его в одно пустынное место. Там его закололи ножом и расчленили его тело на части, сначала отрезав голову, а затем руки и ноги. При виде крови они совсем обезумели и, сами не понимая, что делают, вместо того, чтобы бросить убитого на место преступления, положили его тело в багажник автомобиля. Они изъяли у него все деньги и сняли с руки очень дорогие часы. После они отправились в другое пустынное место, чтобы выбросить там его останки и скрыть следы преступления. Когда они выехали на трассу, то у них неожиданно сломалась машина. Они вынуждены были остановиться посреди дороги, чтобы открыть капот и проверить мотор. Один проезжавший мимо водителя остановился и предложил им помочь, но они испугались, что он может заметить следы совершенного ими ужасного преступления и сделали вид, что не нуждаются в помощи. Отъезжая, водитель заметил, что из-под багажника капает кровь. И вообще их поведение показалось ему очень подозрительным. Он позвонил и сообщил об этой машине в полицию. Приехавшие полицейские увидели кровь на проезжей части и потребовали открыть багажник машины. К величайшему ужасу убийц, как только они открыли багажник, оттуда вылез убитый мужчина из Саудовской Аравии. Целый и невредимый. Он был весь перепачкан в крови, а в местах, где ему отсекли конечности, виднелись свежие шрамы. Богородица только сейчас закончила прошивать мою голову и сделала последние стёжки впереди, и он показал свежий шрам на кадыке. А вначале она сшила всё моё тело. Преступник-таксист и его сообщники не могли поверить своим глазам, увидев его живым. Они потеряли разум. Полицейские надели на них наручники и отвезли их в тюрьму для психических больных. По дороге они кричали, как одержимые. Мы его убили. Мы его расчленили. Мы отрезали ему голову. Почему же он жив? В дальнейшем пострадавшего отвезли в Дамаск и сопроводили в больницу. Врачи, судебно-медицинские эксперты, полицейские и другие лица подписями засвидетельствовали великое и явное чудо. Швейва были очень заметными. Видно было, что они свежие. Мусульманин публично заявил, «Пресвятая Дева сшила меня и воскресила силой своего сына». Исцеленный и воскрешенный молодой человек по телефону созвал всех своих родственников в Сирию. Они приехали в монастырь и, стоя перед чудотворной сейдонайской иконой, прославляли Божию Матерь от всей души. Вместо 80 тысяч долларов, которые он вначале хотел пожертвовать на сейдонайский монастырь, они пожертвовали 800 тысяч долларов. В качестве благодарности за великое благодеяние Богородицы. Жив Господь Бог наш, Бог сил. Давайте помогать детям, помогать тем, кому, наверное, меньше всего помогают. Это детям. Детям Донбасса. Которые нуждаются в больницах, в лекарствах, в холодильниках, в генераторах. И во многом другом. Вы можете это привести к нам на склад, нам в офис. Вы можете перечислить деньги. Сегодня важно не пройти мимо наших детей. Это наши дети. Достаточно того, что мы очень много их убиваем. Не понимая, что это огромный грех. Давайте хотя бы помогать детям, которые нуждаются в помощи. Сегодня. Не завтра, а сегодня. Спасибо.